Пришли Костя с Алисой с прогулки. Алиса такая смешная. Она что, вспотела? Ну, жарко бы вообще. Да нет, волосы вроде сухие. А шо она такая растрёпанная? Проснулась, испугалась, волосы дымом ставила. Алисочка, кто там у нас? Настенька пришла, да? Зайчик смешная такая, не могу. Подстегаться уже скоро будет, да? Так скоро же на лысо будем стричь. Убери сосочку, пап. А то ребёнка за ней не видно. Ну, в годик будем на лысо стричь, как положено. Это были нормальные волосы. Боже, как она Насте обрадовалась. Сестричка тут, да. Мы как раз смотрим видео, где твоя сестричка маленькая. А вы хотите посмотреть, какая была Настя в Алисином возрасте? Я нашла старые съёмки. Сейчас я вам всё покажу. Узнаёте, кто это? Это моя мама, сейчас бабушка Алла. А на руках у неё маленькая Настя. Всё это происходило 17 лет назад. А это я. Почти такая, как сейчас Настя по возрасту. Ну, немножко старше. Когда я родила Настю, мне было 18 лет. И вы не поверите, я не любила сниматься. Ты не снимаешь? Нет. Снимаешь он, да? Ты не снимаешь? Ты не снимаешь лапочки? Вот такая я была, когда меня недоверчиво на улице спросили, мой ли это ребёнок. И сказали, что я молодец, когда услышали, что мой. Думали, что мне лет 14. Давай. Здесь Настя такого возраста, как сейчас Алиса. И я думаю, всем видно, что выглядит она таки постарше. Алиса родилась раньше. Мы сделали кесарево сечение в 8 месяцев беременности. Я думаю, что через месяц Алиса будет вот точно, как Настя сейчас здесь. И по умениям, и вообще. Зайтик там, да? Там зайчик. Да? 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 Давай, иди, иди. Иди. О, Боже. Смотри, смотри. Иди. 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 Стой. Стой. А ну, стой. Ай! Ай! Стой, стой, стой на носках. Стой. Стой. Ой, умничка. Стой, стой, стой. Стой со мной. Стой. 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 Стой на носках. Стой. Умница. Умница такая. Молодец. Молодецик. Молодец. Умничка. Умничка такая. А вот таким был Костя. Я вообще его не узнаю и не помню его таким абсолютно. Как вам? Смешной такой? Учарявый? Напишите в комментариях, как вам. Настя здесь мажет свои ожоги. Это просто ужас. У нее лопнули волдыри, она обожгла ногу. А чем ты обожгла? Она Семену варила. Кипятком, да. Я же тебе говорила, она у нас готовила Семену. Я тебе сказала, Настя обожгла ногу. А я тебе говорила, что сильно. Нет, там были волдыри. В волдыри они лопнули, там сейчас до мяска. Ужасно. А я хожу с видеорезения, у меня коммоты, короче, оно к ним прилипает и потом приходится отрывать от этой раны. Ужас. Потом опять прилипает, опять отрывает. А оно так больно. Ну, конечно, там до мяса уже, фу, кошмар. Так раза четыре, наверное. Мне же плохо стало, когда я на это глянула. Лисюша. Живой груз принимаете или нет? Посмотри, какие наружи корчат. И ты что за розы ты такие кортишь, а? Да тюрик. Смешная. Да тюрик. Смешнюрик. Смешарик, смешнюрик. Ку-ку. А страшно воды попитали? Сейчас я тебе налю, у нее уже руки в креме. Налешь? Да. Уже нормально ступило. Что ж у меня там будет? Кость, я договорилась, завтра поедем в 11 часов. Опять ехать? Ну, недалеко, недалеко ехать. Типа у нас такой сервис еды, как у Лены, чтобы худеть. Две порции заказывали. Три. Да и знаете что, мы не потянем такие расходы. Ну, ладно, надо узнать, почем. Я-то, в принципе, не против, но... Ну, вообще, мне некогда готовить, а вам с Катей, что у вас школа заканчивается. Настя, что это было? Ой, Настя, да. Ой, счастье какое. Такой вид счастливый сразу. Она чуть-чуть обалдевшая. Может, перепарилась? Ну, лежала. Ну, а как ее? Вообще голой держать, что ли? В тени все время были. Да. Ну, только по дороге, когда шли. Ты пить ей давал водичку? Конечно. Алис. Полная была сухоастая. Ты обалделая? Ты так сказал? Да, обалдевшая чуть-чуть. Ты обалдевшая, Алисик? Лисюсик. Смешная. Лисюшкин. Все хорошо? Все хорошо. Сладкая девочка. И так идет вот эта розовая, правда, одежда? Ой, девочка. Освежает? Довольная я вернулась с прогулки. Иди сюда. Иди сюда. А ты куда-то. На ручки идешь к Насте? Обманули. Настя, нога, нога, осторожно. Косо. Зайка. Ай, тюбой. Не выходился и пупсик. У нас сегодня счастливый день. К нам пришли сразу две посылки, которые мы очень ждали. А вторую я вам расскажу попозже. Первая посылка с сайта Гербест. Я вам ссылочку на этот сайт оставлю в описании. Там куча классных штучек таких. И сейчас мы глянем, что же это пришло. Помните, я уже открывала одну посылку с этого сайта? Уже сама не помню, что я заказывала. Сейчас, наверное, буду радоваться. Так, что это? Как ты думаешь, что это? Не знаю. Я тоже не помню. А, это папа хотел. Это набор для рисования. Смотрите, какой он классный. Здесь самые разные карандаши. Причем, смотри, какой фирмы. Крутые, да, крутые. И с разной жесткостью. Видишь, 4Б. Блин, это такой классный набор. Смотри. Вот это только карандаши? Все для рисования. Ну, вот стирачка. Ну, в смысле, ластик. Это резать бумагу. Это что? Ух ты, это мел, что ли? Да ладно. Серьезно? Что это? Блин, оно такое прикольное на ощупь. Это, наверное, помнишь, как Катя карандаши такие брала? Восковые или как? Нет, это вообще не карандаш. Это что-то мягенькое. Это что-то специальное используется. В рисовании. Ого, да, я не знаю, что это такое. А что вот это за трубочка, я тоже не знаю. Надо у папы спрашивать. Он у нас любит рисовать. Я вам оставлю ссылочку, где именно я брала этот набор. Я даже не думала, что он так классно складывается. Даже не подумала, что это он. Это пенал. Это пенал. Это качество. Пенал-октобус. Ну, либо Кате, либо кому-то подарю. Мне кажется, это больше для учеников младших классов. Да, да. Кстати, ты знаешь, качество очень хорошее. Надутый кулечек. Прикол. Классный. Но вообще, почему приятный такой, прикольный. Можно играть. А, так Алиски оставим, в принципе. Зачем кому-то дарить? Ей уже через пару лет он пригодится. Может, и раньше. Дальше здесь еще один очень классный набор. Смотри. Это водные, видишь? Фломастеры, что ли, водные? Я так ждала эту посылочку. Сейчас я достану. Смотри, какие красивые. Все, наверное, сделано, чтобы они в дороге не повыпадали. Ой. А как переводится браш? Кисточка? Это, походу, не фломастер. Смотри, а как кисточка. Кисточка и желтый. Блин, прикольно. Это кисточка, которая уже как бы в краске. Кисточка-фломастер. А я, когда заказывала, думала, я набор кисточек беру. Что это чисто кисточки какие-то. Высокого качества. А это, походу, фломастер-кисточка. Класс. Бывает еще такое. Что-то в наборе. Белый, да. Это что-то зачем опалится? Он какой-то, он не заправленный, смотри. Это, наверное, чтобы разводить что-то или свой цвет добавлять. Здесь пусто. Тоже очень классный набор. Настя решила попробовать. Да, классно. Как красками, только сразу. С кисточкой. Как будто краски, представьте, не надо макать никуда. Интересно, его надолго хватает. Мы потом вам скажем. Что же у нас здесь еще, как ты думаешь? На холодильник, что-то на доску. Магнитики. Да, магнитики. Это нам пригодится с Алисой, когда будем счет учить. Видишь? Один, плюс, плюс, два, равно, три. Это что-то сверху? А, да, это сверху налипло. Кстати, классные магнитики. Дальше. А, это меня просила Катя. Не знаю, зачем это ей. Угадай, что это. Как я угадаю по деревянной коробочке? Тут вам что-то написано. Стэмп. Альфабет. Альфавит какой-то. Штампы. А, ну да. Штампы с алфавитом английским. Круто. Вот такие печатки, смотрите. И не знаю, зачем это надо Кате, но когда она увидела это на сайте, она меня попросила ей заказывать. Прикол. Макаешь чернила и... А где чернила? Ну, чернила отдельно покупаются. Вот. Можно писать. Попробуем. Кате дадим, она покажет. Можно на своем канале. И последнее, что я заказала на сайте, это вот такая трафареточка металлическая. Это нужно, знаете, для чего? Прикольно. Телефон как бы. И вот что есть в телефоне? Вай-фай. Угу. Авиарежим, ночной, там, блютуз. Ну, в общем, прикольно. Причем это можно рисовать где-то, когда тебе делать нечего. Кстати, для тебя заказала, ты ж любишь рисовать. Так что это бери себе. Прикольно. Трафарет в виде телефона. Причем он металлический, очень твердый. Здесь еще, смотри, какая-то линейка есть. Причем прикольная штука тоже. Плясать будешь, тебе подарочек. Ну, буду, просто я не умею. Ну, ты спляшешь, я тебе отдам. Тебе пришел подарочек. Ну, вот спляшешь, увидишь. Я сумку заказывал. Ну, это твое, я тебе серьезно говорю. Нет, плясать я не умею. Ну, что-нибудь давай. Спой тогда. И петь я не убью. Ну, придумай, что ты сделаешь. Я давай тебя поцелую. Нет, а такое все умеют. Нет, не все. Все. Я лучше всех. Ну, хорошо, давай. Так что же надо спориться подальше. Все. Он умеет. А подарок какой, большой? Да, очень крутой. Очень, очень крутой. Очень крутой. Там совсем крутой. Да. Ну, тогда уж не на видео. Мечта. Тогда не на камеру. Все. Остальное не на камеру. Ты меня в чертежную школу хочешь отдать? Ты сам это просил. Посмотри, марка разной, разной жесткости. А ты не знаешь, что это за белые карандашики? Я так предполагаю, это вот размазывать. Знаешь, что? А, как я пальцем размазываю. Да, возможно. Пальцем? Да. Такой крутой набор. А вот это что-то. А вот я тоже не знаю, что за трубочка. На тебе дочку. Придачку. Даже стирачка есть. Да? Ластик. Меня всегда поправляет ластик. Ластик. Помперс закройте некрасиво. Спасибо. Твой портрет будет первым. Я буду на тебе тренироваться. Хорошо. На улице жарко. Даже Настя сегодня пришла к нам домой в шортах. Мы вышли погулять. А что ты, Алиса, кашу не отмыл? Подтирал салфеткой. Мне вот здесь под носом осталось. Я опять не накрашена. Я решила пока не краситься, пока не вылечу эти свои прыщи. Потому что реально под этой всей тоналкой им еще хуже, их будет еще больше. Мне жарко, разумеется, в этой рубашке. И Виктория меня уже тащит покупать какой-то сарафан, потому что мой она меня заставила выкинуть. Вы это видели. И я, в общем-то, готова. Я думаю, мы сегодня поедем, если успеем. А сейчас мы едем в сервис готовой еды. Помните, как у Би-мамы подоба? У нас в Черкассах, оказывается, тоже есть такой сервис. Я еду узнать, что почем, и потом вам расскажу. Где ты раньше была? Ты же уже тортом получила. Да какая разница? Для себя похудеть надо, не ради спора какого-то. Для себя или для меня? Для себя. Другое дело. Машину Костя теперь старается ставить в тенек. Потому что на солнце, когда она постоит, в нее нельзя войти. Это как духовка. Так, мы куда-то приехали. Сейчас идем искать, где же находится офис. Лисюшка рассматривает одуванчик. Мы идем. Вот там главное здание банка овалия. И где-то там должен быть офис. Забрели мы куда-то. Нужных элементов. Алиса, а тебе чего-то не хватает в этой жизни? Молоко должно быть вкусным и полезным. Тут такие окна прикольные, круглые. Ух. Высоко они забрались. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok